всем привет с вами крипто панорама еженедельный дайджест крипто журнала for clock все самые значимые новости с 16 по 23 октября сегодняшнем выпуске итак начнем с главных на прошлой неделе все внимание крипто сообщества вновь было приковано к битфайникс и тедер так в понедельник цена биткоина на популярной гонконгской бирже начала стремительно расти стоит отметить что аномальный рост биткоина наблюдался и на других платформах преимущественно на тех где торгуется юс детей у многих в сообществе это вызвало опасения о возможном коллапсе тедер представители последний быстро отреагировали на подобные предположения заявив что все токены и из детей полностью обеспечены фиатными средствами правда в качестве подтверждения они заслались на отчет фирмы fss которая ранее отмечала что процедура оценки была проведена без соблюдения аудиторских и бухгалтерских стандартов позже в сми появилась информация о том что биржа битфайникс нашла банковских партнерах в гонконге а тезер на багамах а концу недели цена биткоина до битфайникс вернулась к равновесному значению а вот fidelity investments объявила запуске первой институциональной платформы для торговли биткоином и этериумом основатель банка galaxy digital и криптоинвестор майк новоград тут же заявил что именно это событие сыграет важную роль в истории первой криптовалюты и подтолкнет ее цену вверх на прошлой неделе также стала известна дата запуска ожидаемой платформы бакт это произойдет уже 12 декабря напомним в создании нового проекта принимают участие такие гиганты как microsoft starbucks и оператор нью-йоркской фондовой бирже на фоне разворачивающейся драматичной ситуации вокруг тезер весьма активизировались и другие стейбл коины сразу несколько крупных бирж добавили поддержку стабильных монет так на этой неделе о начале поддержки четырех стейбл коинов true usd usd coin gmini доллар и пакса стандарт токен объявили о кикс и хобби кроме того последняя представила инструмент для их взаимного обмена задумались и о добавлении в листинг новых стейбл коинов и в бинанс эти новости чрезвычайно благоприятно сказались на gmini доллар и паксос стандарт токен цена gmini доллар достигла абсолютного максимума а капитализация пакс перевалила за 50 миллионов долларов и возвращаясь к тедр в конце недели на биткоин бирже kraken был зафиксирован существенный приток токенов usdt так с начала года число usdt на кошельке kraken не превышало 24 миллионов однако на фоне аномальной волатильности актива трейдеры на прошлой неделе перевели рекордное число монет в российском законопроекте о цифровых финансовых активах не будет определение майнинг до этого из него исключили понятие криптовалюта решение об исключении термина майнинг глава комитета госдумы по финансовому рынку анатолий оксаков аргументировал довольно странно заявив что раньше законодатели думали как врастить биткоины в экономическую систему однако решили что они не нужны и соответственно майнинг не нужен при этом он назвал биткоины непонятными примечательно что оксаков говорил в начале октября о том что майнинг подлежит налогоблажению как вид бизнеса главный стратегический директор ripple кори джонсон заявил что в администрации президента дональда трампа обеспокоены доминирующим положением китая в майнинг индустрии на это во время своей речи в сенате сша обратил внимание и известный критик биткоина нориэль рубине больше известный как доктор doom обеспокоенность доминирования мкнр в майнинге криптовалют выражали и ранее исследователи даже считают что китай может уничтожить биткоин в армении открыли майнинговую ферму с тремя тысячами серверов для добычи биткоина и этериум инвесторы полагают что этот майнинг центр станет одним из крупнейших не только в евразии но и в мире известно что ферму планируют увеличить до 120 тысяч устройств напомним в конце августа стало известно что в армении появится свободная экономическая зона с дата-центром для майнинга на этом все с вами был еженедельный дайджест крипто журнала for clock подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и комментируйте всем хороших новостей пока